Очень много перемен происходит в моей жизни, очень много перемен происходит в моей личной жизни, в той части моей жизни, которой интернет ничего не знает, и я думаю, что никогда не узнает. И поэтому сейчас я не могу ничего снимать, я не хочу ничего снимать. Сейчас время 9 утра, для меня это очень рано, в это время я никогда не бодрствую, но сегодня я бодрствую, более того, я не спала всю ночь. Сегодняшний день у меня такой. Мне нужно кое-что сделать по документам, но возможно это будет не сегодня, а в другой какой-то день. Мне нужно сходить в поликлинику с ребёнком, мне нужно сделать так, чтобы вот этих двух парней здесь не было, потому что я их не звала, а они пришли. И ещё мне нужно сегодня сходить на почту, потому что некоторое время назад я просто как маньячка какая-то налетела на сайт Алиэкспресс и заказала там чуть больше 30 именований какой-то ерунды. И вот эта вся ерунда приходит ко мне вот уже в течение месяца. И я постоянно хожу на почту и всё это забираю. Вот сегодня будет очередной раз, когда уже достаточное количество посылок пришло, надо их забрать. Очень странно сидеть сейчас и говорить с камерой, потому что я чувствую себя каким-то другим человеком по сравнению с тем, что было последнее моё видео. Про стрелочки. Я правда чувствую себя другим человеком. И если бы можно было быть на 100% открытой и на 100% быть искренней со всеми, вы бы понимали, почему так. Но я просто скажу, что иногда наша жизнь просто меняет свой вкус, меняет свой цвет и всё воспринимается по-другому. Мы сами себя начинаем воспринимать по-другому. И вот сейчас в моей жизни именно тот момент, когда я становлюсь, я просто перехожу на какой-то другой уровень или я перехожу на какую-то другую сторону. Но что-то происходит такое, что меняет меня, меняет моё мировоззрение. И мне кажется, это в лучшую сторону. Я чувствую себя лучше, чем я чувствовала себя совсем недавно. Я накрасилась. Я сегодня с красной помадой еду. Сейчас вызываю такси и еду. Я уже, наверное, в 10-й или в 15-й раз переезжаю за последние 5 лет. И из этой квартиры, из которой я тоже вещала, я снова переезжаю. И мне не то, чтобы это напряжно, но просто это доставляет некоторые неудобства, потому что я теперь не так свободна, как раньше. И я даже не буду сейчас стесняться и покажу вам, что у меня там на кровати. И кто у меня там на кровати с голой попой? Эй! Эй! Вот. У меня там просто вещи, которые я собираю сейчас, пытаюсь, пытаюсь что-то из них, что-то из них сделать цельное. Дело в том, что я, получается, такая сейчас ситуация, что поликлиника у меня на одном конце Москвы, поликлиника у ребёнка на другом конце Москвы. Я вообще в другом месте. И куча проблем просто с тем, как транспортировать себя вместе с ребёнком туда, куда мне нужно. Вот. И сегодня как раз-таки тот день, когда я должна была сделать очень много дел, но я забыла паспорт. Я забыла паспорт дома, поэтому я не смогла забрать свои посылки на почте. Мне на почте сказали, да, мы примем ваше извещение, заполненное с копией паспорта. Я всё сделала, всё заполнила, мне сказали, ну, копию не принимаем. И я, короче, очень сильно на них разозлилась, очень сильно. А ещё сегодня вечером было очень приятно, потому что мне позвонила моя бывшая одноклассница, и я была очень рада её слышать. На самом деле, какое-то такое, знаете, странное чувство, когда ты общаешься с человеком, с которым ты не общался даже не один год. Ну, по телефону, то есть на слуху. Так, в ВКонтакте, там, я не знаю, в Инстаграме мы общались. Вот. В общем, это было очень приятно за сегодняшний вечер. А сейчас кое-кто голенький, и кое-кого надо одеть. И потом я уже скоро буду снова вызывать такси, чтобы поехать домой. И буду ехать, и тоже, наверное, что-то буду снимать, если буду. Ещё у меня сломались наушники, и вообще, последние там три дня какая-то череда неудач. Потому что я, вот достаточно рассказать, как у меня сломались наушники. Наушники у меня сломались, вы представляете? Я их положила на коляску, у меня коляска белая, наушники тоже белые. Эти белые наушники, я просто не заметила, я забыла, что я положила их на коляску. И они у меня упали прям в колесо, и они обмотались вокруг колеса. Короче, от наушников рожки до ножки остались. И вот. Ещё я должна обязательно прокомментировать свою новую помаду, которая, представляете, вот сейчас время почти девять вечера. Я эту помаду нанесла на голову, когда было два часа дня. Я уже два раза поела, я поела достаточно жирную пищу. Я много очень пила, я всё... И при этом помада выглядит более чем сносно. Вот. Я очень рада, это... Это лучшая красная помада. У всех, которые у меня были, правда. Я, если будет нужно, я скажу, что это за помада. Вот. И так рекламировать не буду. В общем, помада суперская. Суперская. Если кто-то любит красные помады, скажу. Мяу! 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 А все слышали про такую штуку, как перископ? Мне кажется, перископ это тогда, когда тебе нечего делать. Когда ты... Тебя одинок. Грустно, скучно. Хочешь дать интервью. А теперь ещё и в метро есть новая фишка. Такая. Так же подсоединяешься, и люди, которые едут уже с тобой в одном вагоне, можно переписаться. А, такие же штуки в некоторых кафешках бывают. Ну, тоже самое в метро ещё. Да. Кажется скучно. Давно и не было в метро. Красивая жизнь, я запрету. Балерина или фея? Или всё же балерина? Эй, кто там? Большая девочка красавица. Возвращается. Всю мамину помаду себе на руки. И вообще всю маму уделала в помаде. Субтитры сделал DimaTorzok